Стальной Хват России. Привет большой все подписчики на канале. Ютуб привет большой. Отдельный привет. Саша Белянский. Привет тебе огромный. Все твои переживания здесь и сейчас заканчиваются. Твоя посылка первого класса самолетом прилетела с Москвы. Что очень приятно. Впервые вообще в российской истории самолет смог преодолеть расстояние от Москвы до Новомосковска. 210 километров. Очень приятно. Да приятно, что в общем-то Сашу я давно знаю. Знаю с того времени, как тайцы его выгнали с Таиланда. Сказали больше мы не можем заниматься бурпи. Саша пытался внедрить российское бурпи в спортзалы Таиланда. Они сказали, что мы не выдерживаем. Давай-ка Саша, езжай на родину. Саша пробыл некоторое время еще в Таиланде. И потом был депортирован в Россию. Вот сейчас в Москве, не знаю, что пытается внедрять, бурпи, не бурпи. Ну, самолетом отправляет эспандеры с Москвы. Так что, ребят, сами понимаете, это все очень серьезно. Саша у нас Илья Муромес. Ну, в уменьшенном варианте Илья Муромес. 175 высотой. 85 толщиной, то бишь весом. Самое главное, что маленькая ладонь. И человек с такой маленькой ладонью занимается хватом, развивает свой хват. Что очень приятно. И пытается, в общем-то, выйти на уровень достаточно серьезных нагрузок в хвате. Но сила растет настолько сильно, что, допустим, Саша ломает динамометр. Вот он приобретает динамометр и ломает его. Поэтому, говорит Иваныч, сделай калибровку, пожалуйста, эспандеров трех. Я буду по ним ориентироваться. Потому что сил нет. Я человек не настолько состоятельный, чтобы постоянно ломать динамометры. А динамометры, но очень дорогие. Очень приятно. Скорее всего, это Сашина контора. Элизе. Парфюмерия, косметика, аксессуары. Очень приятно. Даже до сих пор есть запах парфюма. Надо в обители его развеять. Ну, в общем, ребят, смотрите. Упаковка, упаковка, упаковка. Как Кощей Бессмертный. В общем-то, все. Дальше вскрываем. Что там на выходе? Ну, я-то знаю, что на выходе. Три эспандера. Любимый Кох 2,5 Александра Александровича. Ну, так как ладонь 170, при росте 175, понятно, что ладонь 220 не будет. Иначе это будет выглядеть, как страшный богатырь Илья Муромец. Поэтому, вот, наконец-то мы добрались. Вот она, краса и гордость Саши. Три эспандера. Ну, ребят, по черному цвету и надписи Iron Mind узнаем. Моделька такая для леворукого закрытия. Это у нас троечка будет. Кох 2,5 и Heavy Grip 300. Все смазано. Все достаточно культурненько. Об этом я всегда прошу ребят. Ребята, думайте, когда посылаете, что надо, чтобы обязательно было все культурненько. Потому что, ну, мне гораздо приятнее с более-менее чистыми ручками. Ну, то есть, магнезия это ладно, когда вот они такие в жиру, с колбасой, с мясом. Это не очень приятно. Поэтому, Heavy Grip 300, ну, все по порядку, да. Вот он, Heavy Grip 300. Это вот с такими светленькими ручками. Это не тот Heavy Grip 300, который, допустим, у меня модельки. Там ручки более такие под столистость. И они 67-69 килограмм. Этот Heavy Grip 300, ну, будет посильнее 2,5, но слабее тройки. Heavy Grip 300. Ну, и начнем с Кока 2,5. Итак, Сань, смотрим. Вот такой ты прислал мне Кока 2,5. Закрывает, Саша. Понятно, что при таких кистях 170 очень тяжело работать без больших установок, широких. Но карта, я не хочу рассматривать карту Кока установка. Это на самом деле... Ну, не есть правильно, я считаю. Ну, так придумали, что такая сертификация. Кто, если хочет на эти сертификации заходить, на сертификацию, на Аромандовскую, то должен, да, то есть должен уметь, ну, в общем-то, совершенно четко работать с установкой. Потому что установка должна быть в ладони настолько правильной, что, в общем-то, это дело подразумевает очень сложное закрытие, когда карты проводим. Во-первых, карта полностью должна пройти не так, что когда мы проводим, она тут по ручкам прошла, якобы с карты. А именно, что карта 54 миллиметра, они прошли между ручек. Поэтому, я считаю, YZ это подустановил и явно с очень широкой установки бахнул, закрыл. И без установки. Все. Вот эти две самых, в общем-то, самых мощных, самых серьезных закрытия установки, там, или без установки закрытия эспандера. А так, в общем-то, ну, параллель, произвольная, то есть, видимая параллель при ручках, довел, закрыл. Ну, может быть, с блоков. Вот Саша с сорокового, ну, в силу того, что ладонь не шибко огромная. То есть, там, получается, мы что делаем. Мы, опять же, я без магнезии буду, мазаться не буду, Сань, потому что, ну, его нафиг. Ты самолетом посылаешь эспандеры, соответственно, у тебя возможности и поругаться очень серьезные. Поэтому, без магнезии. Подустанавливаем, проводим и закрываем, да? Проводим блоком. Ну, я считаю, что, в общем-то, при сороковой это лучше, наверное, все-таки свайда. Открывать эту паузу на статику, на старт. Ну, может быть, если только ее тренировать, можно держать. Итак, все. Кок 2,5. Александр Александрович Белянского. Создателя теории внедрения Бурпи в Таиланде. И, в общем-то, просто хорошего человека. Смотрим калибровку. 2,5, 2,5. Итак, ну, в общем-то, ребят, знаете, что... Ну, я сейчас уже несколько раз пожал. Могу сказать, что это 54-55 килограмм. Включаем. Такие нагрузки. Меньше. Один раз видел. 53 килограмма видел. Два раза, бру. Видел 53, видел 51 даже. Ну, может быть, это искусственно усаживалось. Это можно сделать. Да, ровно 70. О, ровно 70. Расстояние... Это вынчих. В дробных... 70 миллиметров. Понятно. 95 даже замерять не буду. Ну, ручка... Тоже все знают, что она у... У коков бывает и поменьше. 19. Вот 18-83 диаметр. Диаметр. И у 2,5 пружиночка должна быть 6,90 с чем-то. 6,96. Это у нас проволока. На 2,5 пружиночка. Ну, понятно, что не моряки, не геленхем, не барабан. Гладковатая поверхность. Ну, в принципе, с магнезией можно работать. Вот сейчас мне достаточно сложно после... Саш, ты говорил, что там закрыть, Иваныч. Ну, после твистеров, которые растягивают сильно очень сухожилия, только если с установки. А так, без установки закрыть можно только от твистеров, отойдя. Итак, замеряем на чудо-калибраторе нагрузку, Сань, твоего кока, 2,5. Итак, что будет касаться твоей ладони, небольшой, 170 мм, закрытие с широкой установки, широкой, ну, тем более с 40-го блока, это будет нагрузку, которую мы сейчас получим, умножаем на 1,5, динамометрическую середину, получаем, да? Вот эта цифра в килограммах ты себе запросто можешь прибавлять, где-нибудь плюс 5 килограмм, тут твоя динамометрия будет. Сейчас давай померяем, посмотрим, что здесь получается у нас, поехали. Закрываем. Ну, главное вот именно планочку ровненько держать. Сейчас получить эти 54-55 килограмм. Ну, вот, видишь, насколько я ослаб, что мне чуть потяжелее показалось, ну, потому что не держат у меня сейчас кисти. Вот, совсем миниатюрный зазор, касания нет, буквально микрон, вот он он, в этой проекции тут даже меньше микрона. 53 килограмма. 53 очень, очень латоненький получается. Ков два с половиной, 53, вот 54 почему-то. Ну, говорю, потому что больно, болят сухожилия, болит предплечье. Вообще, этот бы сейчас зашел без установки спокойно. Ну, и, в общем-то, теория вот этого доглега, мы ее сейчас тоже будем разрушать, переворачиваем. Чтобы этой тоже не было у нас ситуаций, что там. Думаю, что где острое под пальцы, либо под ладонь, смотрят на ребят, которые серьезно в хвате каких-то успехов добились, они крутят так модненько на камеру, типа что-то ищут. Ну, это все, понты дороже денег. Поэтому тут ничего этого нет, и Найт про это сказал, по-моему, что это все фигня. Это просто некий ритуал. Итак, закрываем. Я думаю, что стальной хват России разрушает абсолютно все теории. Все сказанные слова, не доказанные, а просто сказанные, за которые люди начинают тельняшки рвать на себе, но доказать это вот так не могут. 53.1, Саша. 53.1 с двух сторон. Абсолютно одна и та же цифра. Еще раз говорю, с устройством, с электром не договоритесь. Построить ничего невозможно. Вот как закроется, так и закроется. 53 килограмма на полтора плюс 26,5. 26,5. Ну, я думаю, что ты понимаешь, о чем сейчас речь идет. Речь идет о том, что это 80 килограмм примерно. Динаметрическая середина. 85 килограмм требуется, чтобы так сделать, как ты закрываешь. Так закрыть, как ты закрываешь. Поэтому динамометрия твоя 85 килограмм, 85-90. Вот в этих пределах 85 рабочка пиковая у тебя может под 90 доходить. Но это пиковая, это та самая, когда ты резко один раз динамометр бах, нажали и там 90 килограмм получили. А рабочая, это когда ты можешь этот динамометр несколько раз хлопнуть. Вот, допустим, я испытывал подряд, нажимал, допустим, 85 килограмм на пять раз. Пять раз подряд. Это вот рабочка. Потому что если ты там раз хлопнул, там очень сильно напрягся, вспомнил все бурпи, которые ты, в общем-то, изучал и проходил, и все вспомнил, какую силушку ты можешь выдать, какую выносливость, и дал 90, то вторым заходом будет очень сложно повторить, и это нереально. То есть это вот этот пик. А рабочка 85 килограмм. Ну вот я сейчас без магнезии, просто попытку, и пойдем дальше. Не смогу, конечно, закрыть, но... Вот не могу закрыть, потому что нет магнезии. Чуть-чуть остается. Ну, как раз сейчас я отправил динамометр в Белгород, поэтому сейчас у меня где-нибудь килограмм 83. Упала опять динамометрия, поэтому как-то так. Все, а так, ну, сейчас остановок-то закрывается. Итак, Александр Александрович, у вас 2,5. Ну вот для тебя, если ты со своей ладонью 170 миллиметров длиной закроешь без установки, то есть фактически тебя будет подтягивать очень сложно, это кончиками первого фаланга, то можешь смело прибавлять плюс 15 килограмм. То есть 85... 80 плюс 15, 95 килограмм. То есть динамометрия твоя будет в районе 95 килограмм рабочая. Рабочая динамометрия, вот тогда ты его хлопнешь. То есть при динамометрии 95-100 ты его будешь закрывать без установки. Будешь закрывать. А так, в общем-то, я тебе все сказал. Итак, коп 2,5. Давай следующий, твой любимый, который ты только закрывал с хомутов. Вот, видно место вот это посветлее. Здесь магнезия, здесь хомуты. Не имеет смысла, это какой-то тоже дань моде какой-то. Какие хомуты? Возьми параллельный эспандер, закрывай. Я тебе его откалибрую, и все нагрузки получишь. Не надо закрывать. С хомутов сейчас сравним. У меня он там тоже висит на полочке. Олег Викторович мне подарил на юбилей 50-летнюю троечку леворуковую. Ну, тоже висит у меня вообще как оружие на память. Вот и все. Потому что я не справляюсь. Итак, троечка. Вот ты хотел бы его тоже, конечно, закрывать с широкой установки. Тем более ты левша. Вот она, троечка. Троечка, 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 троечка. Ну, все знают, что здесь надпись Iron Mind. Более широкая полоса, нежели в стандартном КОКе. Ну, этих моделей их меньше. Если КОКов линейка 11, то это у нас тройка, двойка, единичка, кажется. Три модели. Три или четыре. Не буду врать. Но три точно. Итак, давай посмотрим. Ну, скажу тебе. Не знаю. Сейчас я попробую правой рукой задиповать. Что-то левой рукой так пошло. Интересно. Не сильно сложно. Да, я тебе скажу. Моя тройка на 65 килограмм. Здесь 62, наверное. 63. Ну, давай, смотрим. Смотрим. Здесь накатка лучше. Здесь гораздо лучше накатка. Здесь лучше держак. Не знаю. Вроде бы как они одинаковые. Просто тут анодирование черным покрытием алюминия. Но общий вид вот этого. Почернее пружина. Ручка. Ручки побольше держак. Ну, как-то это все посолиднее смотрится. Вот такую лучше бы коке линейку праворуку сделали из 11 эспандеров. С тросу. Ну, привет. Давай сделай такую линеечку. Тогда, может, с моряками будешь конкурентоспособен. Итак. Себя не похвалишь. Никто не похвалит. Расстояние. А расстояние вот здесь, конечно, Саня, тебе засада полная. 74,37. 74. Новый был вообще больше. Ну, под 76 был. Новый у расстояния. 74,37. Широковатый. Для твоей кисти, конечно, это прям совсем беда. Поэтому хмуты-то понятно из-за чего. А с установкой проблема. Потому что надо установочной рукой очень сильно вжимать. Чтобы переводить в параллель там. Да даже в широкую установку. Просто устанавливать. При маленьких ладонях все сложнее. Про то, что без установки маленькой ладони вообще хана. Это я еще так мало прибавляю. Чтобы закрытие без установки. Когда ладонь маленькая, там надо добавлять 15 килограмм. Всем там 10. Длиннопалым там. И может быть еще чуть меньше. А с короткой ладонью это совсем беда. Так. 74. Ну и. Здесь ближе. Ближе, ближе, ближе к. Что-то я не пойму. А здесь ровно. Здесь ровно 19 миллиметров. Ну это так. Для отвода глаз. Три четвертых дюйма. По нулям. Ну и пружина у тройки. 7,2 должна быть. 7,12. 7,12. 7,2. 7,2 наверное. Да. 7,20. 7,22. 7,23. Померяем с другой стороны. Насколько качественная пружина. Ну. В общем-то. Все одинаково. По нулям. Но говорю, что Сань, у тебя такой лайтовенький. Потому что сколько я где-то, ну штук наверное 7 прошло через обитель троек черных. Вот это самая слабенькая. Самая слабенькая троечка. Давай посмотрим. Понятно, что от 2,5 это очень сильно отличается. При том, что 2,5 у тебя, скажем так, в нижнем сегменте нагрузок, которые реально возможны у 2,5. Я говорю, что 53 это уже... Вот 51,53 это самые слабые 2,5. Ну посмотрим сейчас, что у нас будет с тройкой. И так, 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 и так. Ну в общем похвально, что тебе так это увлечение, в общем, затянуло. И желание совершенствоваться, расти. Ну о чем я сказал, потому что, ну говорю, что кисть, кисть это чувствует. Вот эту нагрузку чувствует. Даже я покажу сейчас, что получилось. Мы посмотрим, перевернем. Итак, ручка чуть ниже пошла. Чуть ниже пошла. Вот они, троечки. Перевернем другую сторону измерять. Темная пружина. 62,3. 62,3. Посмотрим сейчас, подтяну чуть выше. 62. Ну вот получается, Сань, 10 килограмм разница. 53, там точно 53, потому что я дошел там до микрона. Никакого дожима уже не будет там в плюсе. А здесь можно еще прибавить, где-то до 62,5. Ну, 63. 63, 53, 10 килограмм. Переворачиваем. 10 килограмм. Разницы. Ну, это серьезно. При такой, тем более, ширине для тебя это вообще получается такая катастрофа, конечно. Тебе нужен между ними промежуточный эспандер. Ну, получается 10 пополам. 53, 5, 58. Вот капитан второго ранга Харт на 59 килограмм. 58, 59 килограмм. Как раз встанет между этими двумя эспандерами. Так, смотрим. Оп, поехали. Ну, все понятно, что здесь не выше 63 килограмм. Вот здесь ровненько закрывается. Вот даже... Даже вообще пошло. Ну-ка. 61 показывает. Сейчас все-таки ручку чуть-чуть приподниму, посмотрю. Потому что, ну, возможен эффект того, что я ручку тяну, и пружина отходит от среднего витка. То есть, уходя вниз, она отходит, не соприкасается. Соответственно, я сейчас приподниму. Вот так вот. Буквально, буквально, буквально чуть-чуть. Ага, поехали. Чтобы у нас все-таки ровно ручки сошлись. Как при закрытии получится. Получается, где... Вот сейчас ручка идет вниз по тяге. Вот, да, вот она правильность. Вот так вот. Да, вот. Идеально. Вторая сторона. Идеально получилось. Вот он, микрон. Самая главная цифра абсолютно, опять же, сошлись. Касания нет. 62,3. Ну, что тебе здесь рассказать, Саня? 62,3 плюс 31. 62 плюс 31. 93. 93,94 килограмма середины гемметрической. Диповать ты просто обязан. Это 100%. Это 100%. Но надо, надо уметь. Надо уметь. Дип, дип, дип несложная эта вещь. Тут единственное, говорю, с установочной рукой, но ты левша, тебе лево это будет, левой держишь правой. Устанавливаешь полегче, получше. Я не смогу. Жестко, жестко конструкция держится. Фактически мы вдавливаем, вдавливаем в ладонь, ручка уходит в ладонь, упирается жестко. Естественно, под углом держим, чтобы она не ехала в сторону большого пальца. И когда мы видим, что наши пальцы готовы все перебирать, перехватывать, начинаем это делать. Получается вот так примерно. И удерживаем. Все. Даже коряво можно вот так вот закрывать, но это будет сложно потом убрать руку и удержать одной рукой. То есть дипсет, глубокая установка. 62, 31, 93. Ну при твоих, опять же повторюсь, кистях. Уже сколько раз сказал. 93, минус 10. Так, минус 15. У некоторых минус 20. У тебя минус 10. 83. У тебя больше. Поэтому диповать должен. Параллель. У тебя будет где-нибудь вот под 90 килограмм закрытие с параллели. Ну и так далее. Ну, без установки вот этого монстра 93 плюс добавляй пятнашку где-то. То есть 108 килограмм. Это если ты, конечно, сможешь вот так вот фалангами поджать, 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 накинуть мизинец и затянуть. Вообще реальное это технически. Потому что, ну, всему есть предел. Ну, расстояние выше, ладонь не увеличивается. Ты не сможешь, в общем-то, включить кнопку и растянуть свои фаланги. Вот такая тройка. Вот такая троечка. Так что, Саш, герзай не сложная, не тяжелая. 62 килограмма. Но я говорю, что я только вот 64, 64-65 видел. Я сейчас вот даже отвлекусь где-то, мой красавец, мазанный-перемазанный. Вот он. Ох. Ох. Вот она тройка. Вот твоя чистенькая. Теперь, конечно, я не знаю, что к тебе приедет. Возможно, и это к тебе приедет. Потому что мне нужна была по лайтове троечка. Ну, смотрим. Здесь абсолютно ровно. И даже ты, наверное... Да нет, абсолютно одинаково. По ширине абсолютно одинаково. Но вот это 64 плюс. Ну, 64 точно. Жёстче. Всё, убираю. Эту несу на полку. Сложно работать. С этой тройкой. Левой рукой. Ну, и... Было твоё пожелание. Говоришь, старый друг. У-у-у. Да. Да. Если левая рука, так идёт. Посмотрим, что сделает правая рука. Я такой воинствующий правша. Хеви-гриб. Ну, и расстояние здесь, конечно. Ну, без установки не дожал. Ох, разболелось у меня уже предплечье. Ну, здесь где-нибудь килограмм 58, 57-58 килограмм. Итак, давай смотреть. Всё, молодец. Ухаживаешь, молодец. Смазываешь. Обязательно, ребята, заливайте. Силикон. Штука недорогая, автосиликон. Просто, блин, погружайте пружину в силикон. Чтобы работали только со скручиванием пружины. Ни с каким механическими там трениями и прочее. Тем более, влага набирается. Сырость пружина начинает, ну, понятно, что начинает ржаветь. Поэтому надо ухаживать. Итак, Хеви-гриб 300 с очень маленьким расстоянием уже не выбирает. 60-59 миллиметров. Ну, Сань, для тебя это удобно. Для тебя вообще удобно, чтобы расстояние было 55, карта, фактически. Тогда можно тут, в общем-то, чудеса показывать и обязательно без установки. Чем больше расстояние, тем больше требуется от тебя отдача. Ручки всегда меньше 19. Всегда меньше 19. У Хеви-грибов. Но бывает исключение, естественно. Что в данном случае и присутствует. 19,2. То есть здесь ручка в основном какая должна быть поменьше. Но здесь побольше у нас. Стандарт. Я думаю, вот у этого померяю. Спандера ручки. И, в общем-то, и вам покажу. Что стандарт абсолютен. 95 миллиметров. Ну, вот этот, конечно, я повторяю уже не одно видео. Здесь, конечно, все решили, что вот так будет заргу для всех. Ну, и пружинка у нас. Мы знаем, что на 300-м она как на контр-адмирале, как на ГХП-левел 8, как на КОК 3,5. 7,5. Вот такая вот 7,5 пружина. Ну, сейчас еще раз, ну, подустановлю. Да, я думаю, даже не 59, 57, 58. 57-ш килограмм. Все, давай посмотрим. Обычно мне приходится подкладывать материал, потому что здесь зажим не позволяет на 18-м диаметре дожимать. Приходится через кожу. А так, Сань, все, как бы молодец, занимайся, становись сильнее. Все это достижимо. Тут главное желание. Вот желание будет, не потеряешь. Дальше все, всем хана. Можно и со 170-м диаметрами закрывать вице-контур адмирала. Ну, это я, да, себе пуха набросал, называется. Вот что значит рука совсем в хлам. Совсем в хлам. Блин. Вот так вот. Вот, ребята, видите, что получается, когда, в общем, рука неадекватно уже воспринимает эспандер. Немножечко ручка одна подлиннее. 54,3. Что значит пружина пожестче? Сама пружина. 53 кок, 2,5 и расстояние 70. Здесь расстояние 60 и на килограмм разница. И этот эспандер казался для кисти сложнее гораздо, чем кок, 2,5. Только из-за хода пружины, из-за качества вот этого закусывания, скажем так, пружина неадекватно работает при скручивании. Переворачиваем. То есть, Сань, смотри, я тебе, 3 эспандера с двух сторон. Соответственно, для москвича это умножается на 2 калибровка. Обитель надо поддерживать. Так, со второй стороны смотрим. Которые чуть короче закрываем. Чуть короче закрываем. Ну, у тебя сегодня вообще полный шоколад. Полный шоколад. Все три эспандера показывали одну и ту же цифру для своей нагрузки с двух сторон. Вот такой вот мотированный алюминий. Пожалуйста. 54 килограмма. 54,1. С одной стороны 54,1. С другой стороны. А поэтому вот этот килограмм несущественный. Но при такой пружине вот показался 57. 57, 58. То есть, однозначно это можно закрывать без установки. И 54. Сань. 54 плюс 27. Это 81. Тебе сложновато будет без установки. Потому что... Ну, надо, наверное, будет не 5. Килограмм 10. 58. Ну, 90 килограмм. Вот, закроешь 90 килограмм. То есть, вот так вот, если будет. Не дотягиваю. Чуть-чуть не дотягиваю. Мне бы хватило плюс 5. То есть, сейчас у меня 86 нет. Где-то килограмм 83-84. Вот, и поэтому эти 2 килограмма не дотягиваю. Если его закрыл, это где-то 86 на метре. У тебя она 90. Должна быть, чтобы его закрыть. Все, Саш. Все. Сделал я свою работу. Все, что ты просил. Рассказал, показал. Даже больше, чем положено. Но самолеты с Москвы летают. Ну, Московск. Поэтому надо делать. Ког-2,5. Ког-3. Хэви-грипп 300. Давай, Саша, здоровья. Удачи. Перекращай ломать динамометры. Займись делом. Вот тебе теперь 3 динамометра. Попробуй их сломать. Встречаемся в обители. Пока, Сань. Продолжение следует... Продолжение следует...